Итак, друзья, отвечая на несколько вопросов, которые пришли ко мне, как и где можно обучиться системному мышлению. Итак, системное мышление. Мы имеем дело в современном мире с тем, что мышление очень многих современных людей, оно спонтанное, спутанное. Хаотичное. И когда мы разговариваем с людьми, очень часто вот так вот в живом общении выясняется, что мы разговариваем не с человеком, а с огромным количеством идей, которые этот человек нам предлагает обсудить. Но это не его идеи. И в основном мы выхватываем блоки, информационные блоки из тех или иных разговоров, лекций, обрывков интернет-роликов. И начинаем говорить, мы это проглотили сами того, не осознавая, то есть что мы, по сути дела, словесную окрошку, информационную интоксикацию сбрасываем на другого человека и считаем, что это такое, знаете, интересное, глубокое общение. Заметьте, мы предлагаем обсудить чужие идеи. Мы разучились мыслить. Если в какой-то момент мы идентифицировали, что источник идей достаточно достоверный для нас, мы сразу же начинаем это все, не критично пропуская в себя, транслировать как свое. Задача современного мира, мира политики, мира бизнеса, мира торговли, мира рекламы, впихнуть в нас как можно больше чужих идей. В конечном итоге финальная точка той или иной идеи, которую мы подчеркиваем из окружающего мира, это проголосовать за то или иное открытие, за то или иное действие. Вот. И мы как бы доходим до этой точки. Сначала идут вроде бы логические предпосылки, вроде бы какие-то тексты, а потом... И поэтому вы должны купить тот, то или тот или иной товар. Все это искусно маскируется искренностью, слезой. Вот. И нам кажется, что чем более эмоционально продвинута та или иная идея, тем в большей степени мы можем доверять ее подлинности. Однако то, что продвигается слишком давительно, слишком эмоционально, слишком запрессовывается в нас и слишком настаивает на немедленном выборе продукта или той или иной политической системы, Скорее всего, это ложь и правдой являться не может. Так что же, где мы можем обучаться системному мышлению? И что такое обучаться системному мышлению? Системное мышление – это когда мы ставим под вопрос существующие причинно-следственные связки между словами, сказанными другим человеком. То есть, одним посылом и другим посылом. То есть, мы ставим под вопрос вот эти самые причинно-следственные связки. Если то, или это равняется этому – причинно-следственные связки и комплексные эквиваленты. У многих людей их мировоззрение, мироощущение составлено таким образом, что они являются закрытыми системами. И попытки проникнуть сквозь этот планетарий, в котором человек создал себе уютный мир, иногда это даже не планетарий, это норка, совершенно невозможно, потому что там жесткие блокировки. Это все равно, что человек создал себе мировоззрение, у него там уютный мир, звездное небо, он наслаждается им. Но, как только в планетарии начинает что-то, какой-нибудь трактор стучаться извне, он говорит, не рушьте мой планетарий, оставьте мое мировоззрение. Он злится. Ну, и когда парадигма ставится, его парадигма, его мировосприятие ставится под вопрос. Поэтому, если я хочу допонять, докопаться, дойти до самой сути, мне нужно быть смелым, для того, чтобы свою мировоззренческую систему поставить под вопрос. Системному мышлению не обучаются в книгах, но только в диалоге, в живом диалоге. Конечно, ты можешь посмотреть варианты терапевтического диалога. Сейчас терапевтические сессии записываются на видео. Очень часто и иногда такие, как бы, небольшие тренинги могут записываться на видео, где есть терапевт, есть клиент, который запутался в своих мировоззренческих причинно-следственных связках и комплексных эквивалентах. Вот ты смотришь, как другого разбирают, как его приводят в толк. Но для начала надо человека сбить с толку. То есть, поставить под вопрос его мировоззренческую систему и парадигму. А это значит создать прецедент угрозы его достоверности, правильности, идентичности и так далее. Вы смотрите, что у меня за флаг за спиной. Это флаг города Иерусалима. Я очень люблю этот флаг, потому что здесь в центре одно из моих тотемных животных, лев. А кстати, вы скажете, тотемное животное, это вот скажите, вот это из системного мышления или нет? Вот очень важна здесь, в этих вопросах, ну смотрите, есть мифологические системы, и там существуют боги, астрологические прогнозы, волшебные метафорические карты, которые выпадают. Это не про системное мышление, это про мифологическое мышление. Приметы самые различные. Системное мышление, это когда логикой я могу поставить любую концепцию под вопрос достоверности. Но самая такая, как сказать, возможность, возможная возможность откалибровать свое системное мышление, это терапевтический диалог. Или диалог с ученика, с учителем по тому или иному мировоззренческому, философскому вопросу. Заметьте, я не сказал религиозному, потому что как только мы переходим в область религии, там все базируется на вере. Ну, например, есть ли бог? Это только вопрос веры, это не вопрос мышления. Как только ты сказал, бог есть, следующая врата там, какой именно бог? Как только ты принял концепцию бога, там огромное количество некритически воспринимаемых текстов, писаний, ритуалов, и ты попадаешь туда уже в мифологическое мышление, не в системное мышление. Освобождение от мифологического мышления, то есть возвращение в рациональный разговор, это и есть движение в системное мышление. Когда ты можешь опираться только на очевидные факты, отличать факты от интерпретаций, вот на чем строится любая идеология, политика, это на том, что людей запутывают и факты облекают в те или иные, в зависимости от задачи идеолога, политика, интерпретационной упаковки. Такие люди опасны. И вот Герман Греф однажды, когда видео были выключены все, сказал, что если люди осознают, глава Сбербанка, свое истинное я, ими будет сложно манипулировать. Манипулирует только людям, внутрь которых засунули, вставили те или иные идеологические программы. И такой человек мыслит идеологическими стереотипами. Управлять людьми, которые умеют мыслить системно, оперировать фактами, цифрами, делать из этого выводы, выводы, логически следующие из фактов и цифр. Это, конечно же, очень сложно, безумно сложно, потому что как только подключается, да, что мешает системному мышлению, наша эмоциональность, рациональность, как только тот или иной факт проходит в нас, минуя спокойную рацию, вот рациональное, сознательное, оно спокойно. Под давлением, под групповым давлением. Вот смотри, нас там 30 миллионов или 100 миллионов, и мы все заодно. Но у нас включается базовый инстинкт выживания. Если все заодно, а я не заодно, то получается, что, наверное, я не прав. Системное мышление возможно при хорошем, очищенном от идеологических, религиозных, философских, концептуальных, политических схем, способность оперировать и структировать цифры и факты, вот, и способность к конструктивному диалогу. Знай, если в процессе диалога ты выскакиваешь из спокойного рассуждения и впадаешь в чувства, в эмоции, в какие-то страхи, в агрессию к собеседнику, у которого другое мнение, это означает, что ты прокололся. Поэтому ищем системное мышление, варианты его разворота, находим, да, людей с системным мышлением, конечно, мы здесь кого-то находишь в качестве человека, который мог бы отстроить тебе, блин, мозги, освободить их от идеологического мусора, от родительских программ, вот, чтобы ты ясно видел, ясно понимал, ясно осознавал. Отстраиваем, то есть находим такого человека, просим его о беседе, консультации или обучении. Системное мышление сегодня стоит дорого, за это придется платить временем, идеологическими привычками, мы привыкли мыслить так или этак, философскими и религиозными концепциями, но ты обретаешь ясность. Детально об этом сейчас рассказывать не буду, но, блин, вы скажете опять про движение, все, что я делаю в личных консультациях и в центре «Отчий дом», это обучение людей быть критичными и мыслить. Не все готовы. И иногда человек создал себе искусственный мир, такую прослойку из розового тумана и очень толстые стены розового тумана. Если их разрушить, у человека может вообще все рухнуть. Если у человека отобрать веру в какую-нибудь там волшебную систему, которая помогает жить, или в его внутреннее волшебство, он вообще потеряется, он не знает, как в этом мире жить, поэтому иногда нелогичные, алогичные, какие-то эмоционально-чувственные переживания, такая прослойка. Но, дорогой мой, ты не в адеквате, ты не в контакте, ты не в контакте с собой, пока ты идеологически обусловлен, пока у тебя нет системного мышления и критическое мышление опирается не на твой сознательный разум, а на авторитет. Вот находите возможность смотреть, например, терапевтические сессии в диалогах. Находите диалогичность. Не там, когда один человек вещает, ему все восхищаются, никто не возражает. Он такой на кресле сидит. Находите возможность вживую общаться с людьми, мышление, которым вам нравится. Находите возможность слушать таких людей. Такие люди могут использовать и юмор, и иронию, но там существует, присутствует некоторая ясность мышления. И если вам важно критичное, рациональное, системное мышление, то этим нужно заниматься, друзья, серьезно. То есть рискнуть и заниматься серьезно. Вот такая небольшая идея, которую я хотел сегодня с вами поделиться со всеми. Спасибо. 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 Продолжение следует...